Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. Прежде всего, хочу поздравить вас с наступлением уже официальной астрологически-астрономической осенней первой недели. Это уже определённое настроение, лирическо-романтическое, хотя, конечно, всех интересует, насколько лирическими, романтическими были для столицы прошедшие выходные. Поскольку это так тревожно ожидаемое ралли всё-таки состоялось 18-го в прошедшую субботу. Если быть до конца откровенной, то людей собралось не так много, как ожидали. Во всяком случае, явно стражи порядка, полиции, камуфляжа, заборов, перегородок, грузовиков и всех остальных страстей и ужасов было значительно больше, и они были заметнее. Это была супер-супер-пересупер мирная демонстрация, хотя какие-то маленькие конфликтики, пока ещё не так откровенно обсуженные, состоялись. Явно всем, кто прибыл на демонстрацию, не хватило по-настоящему ни людей, ни возможности высказаться. Так или иначе, понятно, что не было ни конгрессменов, ни сенаторов, ни президента в Вашингтоне. Так что ожидать какой-то ответ, хотя бы чисто появление кого-то из законотворцов и власть придержащих, было бессмысленно. Судя по всему, это собрание и уже ожидаемые его последствия, а многие утверждают, что после предыдущего были ещё и неофициальные угрозы, их было много. Так вот, судя по всему, явно сразу же после того, как будет понятно, что эта демонстрация не принесла каких-то серьёзных последствий, будет объявлено о следующей, когда пока неизвестно, но понятно, что это была эдакая проба, не пера, а ситуации. Уже сегодня, вернувшись после воскресенья в Вашингтон, Конгресс собирается очень серьёзно рассматривать, прежде всего, бюджетные вопросы, поскольку 30 сентября истекает срок, когда бюджет должен быть утверждён. И если вдруг по каким-то причинам, а судя по всему, так и будет, этот бюджет не будет окончательно утверждён, то будет обожаемая в Вашингтоне ситуация, когда правительство не работает, ничего не работает, и уже не из-за коронавируса, а вот из-за этой бюджетной ситуации. И тогда Вашингтон превращается в одну большую мусорную свалку, поскольку мусор не убирают мусорщики. И это, конечно, зрелище, особенно для всех тех, кто немножко или много недолюбливает Америку, большое удовольствие снимать, отсылать свои страны. И вы между строк догадались, кого я имею в виду. Ну а что же касается президента, то он пока ещё не вернулся после отдыха у себя на даче. У него есть ещё и дача на берегу, где он с супругой, которая только-только стала меньше хромать, но тем не менее катались на велосипеде. Всё прошедшее воскресенье. Или, может быть, сели на велосипед сфотографировались, но уже появилась, катались на велосипеде. Вот какие спортивные первая леди и президент. И он возвращается сегодня только во второй половине дня, и то ненадолго, потому что улетает по сегодняшнему расписанию в Нью-Йорк, где уже вступает завтра в полную мощь Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций. И уже сегодня вечером будет встречаться с Антонио Гутеррошем, генеральным секретарём ООН, ну и ещё с несколькими лидерами. Америка категорически не хотела, чтобы эта сессия состоялась, понятно, в антикоронавирусных целях. Но сто лидеров государственных, а это серьёзная цифра, настояли и прибывают в Нью-Йорк. Так что хлопоты теперь будут у вас, дорогие нью-йоркцы. Что же касается Вашингтона, куда я вас виртуально возвращаю, то с одной стороны появилось и явно привлекло внимание ещё одно очень красивое, хотя красивое тут неправильное слово зрелище, 660 тысяч белых флажков установлено на национальном моле в память о погибших от коронавируса. Но когда эти белые флажки уже оказались вчера установленными, то выяснилось, что посмотреть на эти флажки захотели многие-многие родственники погибших от коронавируса для того, чтобы подойти и написать имя своего погибшего родственника на флажке. И эта акция приобрела такую популярность трогательную, что, судя по всему, вся эта неделя будет большим потоком с разных концов Америки. И уже заранее мэрия города объявила, что если вдруг по каким-то причинам не хватит флажков, то будут устанавливать ещё и ещё, чтобы это стало символическим полем памяти. Вы, конечно, ждёте, чтобы я ещё и рассказала о сегодня вечером начинающемся празднике Суккот. Это очень непростой для Вашингтона в этом году праздник, потому что это опять массовое скопление людей, правда, под открытым небом. Помню, в 2013 году, когда Джо Байден был вице-президентом, в резиденции вице-президента Джил Байден устроила большое празднование Суккота в этом шалаше Суке. В этом году, судя по всему, в Белом доме не будет установлена Сука, нет такой традиции. А вот в доме вице-президента, где супруг вице-президента еврей, будет пренепременно. Только уже будет ли она готова сегодня вечером или в ближайшие дни, это будет понятно уже сегодня вечером. Ну а у меня будет возможность вам завтра, скорее всего, об этом рассказать. Сейчас же я прощаюсь с вами. Напоминаю, что путешествия начинаются и очень скоро, и вы можете принять участие в них, если заглянете на мой сайт «Анна Топоровская», одним словом, «toporovski.skv.com.com». И выбрав себе любой маршрут по душе, возможностям и настроению, примите в них участие. Особое внимание обратите на первую половину ноября, когда есть возможность выехать из Нью-Йорка за 8 дней доехать до Лос-Анджелеса, увидеть то побережье, а потом ещё за 8 обратно, всего 15 дней, можете выбрать любую половину, дважды пересечь Америку от берега до берега. Это круто. Желаю вам хорошего начала недели, хорошего начала предстоящих праздников тем, кто отмечает, и, конечно, большого здоровья. С любовью к вам из Вашингтона. Ваш человек в DC – Анна Топоровская.